Отличное утро! Друзья, у меня для вас сюрприз. К нам в студию пришел наш постоянный и желанный гость, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Николай Черникин. Доброе утро, Николай! Доброе утро! И наверняка в этот прекрасный весенний день вы пришли к нам неспроста. Да, совершенно верно. Весна уже вступила в свои законные права, и помимо прекрасной погоды и настроения для спасателей в это время начинается пожароопасный период, так как люди начинают наводить порядок на преддомовой территории и земляных участках, сжигая сухую растительность и прошлогодную листву. Каждый год спасатели продолжают выезжать на тысячи пожаров, связанных со сезонными палами. Согласно статистике, в 2023 году в нашей республике произошло 3322 пожара в природных экосистемах, на которых погибло два человека. А что касается прошлого года, то, уверенно, позапрошлого это было 17 человек погибли по этой причине. В связи с этим хотелось бы напомнить нашим радиослушателям следующее. Если же вы решили развести костер у себя на преддомовой территории, то не стоит пренебрегать простыми мерами предосторожности. При выборе способов утилизации сухой растительности, пожнивных остатков, лучше отдавать приоритет безопасным. На преддомовой территории земляных участков допускается разведение костров, использование специализированных приспособлений для приготовления пищи – мангалов, грилей, барбекю – при условии выполнения следующих требований. Разводить костры следует только при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления. Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов сухой растительности. Рекомендуется окапывать место костра, либо разводить его в специализированной негорючей емкости. В доступности необходимо иметь средства пожаротушения первичного. Это может быть у нас огнетушитель, какой-нибудь у них некоденцированный ручной инструмент, а также запас воды. Емкость, например, сыпучие вещества – песок. Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попали на горючие элементы зданий, хозяйственных построек, сооружений. При этом расстояние выбирает сам человек и делает его так безопасным. По окончанию процесса горения остатки горючих, тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения горения. Спасибо вам за такой развернутый ответ по поводу пала сухой травы. Я думаю, что вопросов у нас больше возникать не должно, друзья. Осталось только взять на заметку все рекомендации, которые нам дал Николай, для того, чтобы не происходило ничего, что могло бы навредить природе или вам. А что можно сказать по поводу статистики огненных происшествий в нашем любимом городе? С начала 2024 года в городе Гомель произошло 32 пожара, на которых погибло 5 человек. За аналогичный период 2022 года произошло 29 пожаров и гибели допущены не было. Что касается области, с начала года произошло 225 пожаров, на которых погибло 26 человек. А в нашей республике с начала года произошло 1247 пожаров, гибель составила 155 человек, среди них один ребенок. Да, уж статистика, конечно, грустная. Николай, какие меры принимают, чтобы пожаров не было совсем или хотя бы было намного-намного-намного меньше? И вообще свести вот эту цифру к нулю? Ну, это наша самая основная задача, свести ее к нулю. И с этой целью, с целью формирования культуры безопасности и жизнедеятельности у населения и повышения уровня информационного обеспечения, да, самих граждан в сфере безопасности, Министерством по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводится пропагандистская информационная кампания и профилактическая работа. Так, например, сейчас в нашей стране с 25 по 29 марта проходит третий этап республиканской акции под названием «День безопасности. Внимание всем!». И также эта акция приурочена к Дню гражданской обороны международной, который был 1 марта. Спасатели в рамках этой акции проводят мероприятия в домовладениях многодетных, семьях, семьях, находящихся в социально опасном положении, а также в пришкольных лагерях на родительских собраниях. Помимо интерактивных форм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, работники МЧС рассказывают о проходящей информационной кампании, да, и также о тех действиях, которые нужно делать, если мы с вами услышали сигнал «Внимание всем!». Напомню, это такой продолговатый гул сирены, да, и если он длится более чем 5-10 секунд, то нам с вами необходимо включить радиоприемники, телевидение, да, или же взять в ручки телефон, потому что туда придет сообщение, которое мы должны с вами почитать и действовать согласно инструкции. А если же этот сигнал 5-10 секунд, то, знаете, это всего лишь проверка и работоспособность. Тревога, да, насколько я знаю, что это проверка. Да. Вот. И, пожалуй, еще один актуальный вопрос у нас с вами сегодня есть к вам, Николай, есть у нас со слушателем. Это паводки. Что вы расскажете по вот этой вот статистике, потому что как раз самый сезон, когда выходят реки из берегов, и очень много бед из-за этого жилищу людей наносится. На сегодняшний день наблюдается падение уровня воды ежесуточно по 5-7 сантиметров. На данный момент уровень воды в реке Сож составляет 454 сантиметра. Все остается у нас под контролем. Те дамбы, которые были построены, уровень не достиг их критической отметки, поэтому спасатели контролируют эту ситуацию. То есть статистика, как я понимаю, все-таки достаточно благоприятная. 5-7 сантиметров минусуется ежесуточно. Друзья, это очень хорошие новости, так что все должно быть хорошо этой потрясающей весной. И, конечно же, скажем спасибо Николаю за то, что нашел время прийти и рассказать нам такую интересную информацию. Всегда, пожалуйста, помощь рядом. Спасибо.